Привет, ребятки, вам из Парижа. Во Франции не только есть такое явление, как биомагазины. Вот сзади меня один, который называется Натуралия. Также есть биокоп, их много. Не знаю, есть ли такое у вас. Почему эти магазины называются био? Потому что при выращивании продуктов, которые там продаются, не используются пестициды и всякое химло. Так что вы знаете, что такое, не буду объяснять. Поехали, посмотрим, что там. В таких магазинах есть все. И очень много есть продуктов для веганов или веганов. Короче, для вегетарианцев здесь рай. Здесь есть, например, стейки из всяких... Че тут написано? Короче, овощные всякие стейки. Потом очень много есть тофу, если знаете, что такое. Вот, например, такие стейки. Это тоже, это все стейки из риса и сухих фруктов и каких-то еще-то вещей. Короче, куча всего. А это, это проросшие семена, чего-то. Короче, куча всего. Альфа, я даже не знаю, что это такое. Адис, это редис, я знаю, фенуа, ну, короче, всякие злаки, которые пророщенные. Конечно, на вкус они ужасные. Вот этот ряд и этот ряд, это все рис. И цена, конечно, на такой пакетик, ну, почти 3 евро. Мы берем овсянку в обычном магазине. За килограмм мы отдаем примерно 2 с чем-то. Здесь полкило стоит евро 75. Разница в цене. Ну, конечно, если тут, например, прочитать это содержание, то, конечно, тут нету всяких вещей. Хотя, что может быть... Не, она даже, смотрите, такая чистенькая, нету всяких порошков. Вот тут, например... Не, ну, что может быть в обсянке такого химического? Да, ну, реально. А еще, может, выращенные, сам этот вот там... Из чего же овсянку делают? Из овса. Из овса. Ну, значит, может быть, когда он выращивался в эко-условиях. Потому что не знаем, ну, это какой-то трюк. В эко-условиях это у моей бабушки на грядке. Такой кусочек свинины. Сока здесь 180 грамм. 6 евро. В обычном магазине это будет стоить евро с чем-то. Здесь нету, вот написано, ни нитратов, ни нитритов и так далее. Вы же, наверное, все в курсе то, что в мясо добавляют специальные красители, чтобы она была красивая. Здесь такого нету. Вы знаете, что это такое? Это канадский сироп из клёна. Такой есть за 6 евро. Или, например, вот такой вот сахар. Цельный сахар из тростника. Здесь тоже есть куча био-шоколада. Какого только нету. Со всякими штуками с Эквадора. Белый шоколад. Здесь очень много всяких кремов, витамин и так далее. Тоже какие-то био-зубные пасты. Ну, а вот это вообще мега. Я такое впервые вижу. Это молоко из конопли. В обычном магазине такая зубная паста будет стоить, ну, примерно 2 евро. Здесь начинается всё от 5. Очень нежно и так далее, и тому подобное. То, что не вредит эмали. Ну, всё это, конечно, нужно проверять. Вы, наверное, все знаете, что такое Годжи. Вот тут они есть. На первую упаковочку килограмм стоит 53 евро из Бразилии. Опять же, молоко из конопли. Молоко из миндаля. Молоко из фундука. Молоко из миндаля и кокоса. Молоко из какой-то зелёной травы. Молоко из овса. Молоко из... Вот здесь арахисовое масло. Масло из миндаля. Масло из фундука. Короче, тут столько всего, ребят, что просто даже не понимаешь, зачем это нужно всё это. Ну, цены тут, конечно, весёлые. Это масло из льна. Здесь есть много всяких масел. Сезам – это кунжут. Что тут ещё есть? Какой-то орех. Смотрите, сейчас. С конопли. Это конопля. Шанф – это конопля. Масло из конопли – это весело. Ну, покажи мне. Вот масло из конопли. Но для чего этого? Кто в курсе? Вот есть ещё. Масло из одуванчика или что-то такое? Ну, не знаю. Есть ещё вот какие-то цветы. Ну, это сезам. Обычные вот наши. Ну, и цены начинаются там от 7 евро. Мне Аннет подсказывает, что какой-то гриб, который называется щитаки, для молодости его там добавляют всякие крема и так далее. Вот тут можно купить и сделать жарёнку. Ну, это не шпроты, это что-то другое. Вот написано «сабель». Так же самое здесь какая-то биомука. Вот биомука. Один килограмм муки здесь стоит евро 80. Набрали мы всяких бутылочек, баночек на 25 евро. Хотя в обычном магазине такие продукты мы могли потратиться на десятку. Ну, на самом деле, такой магазин – это как шкатулка с многими интересными штучками. Там очень много всего интересного. Конечно, я знаю, для чего всё то. Потому что много всяких трав, много всяких зёрен, масел. Короче, много всего. Я понимаю, что это для чего-то нужно. И то, что есть люди, которые это покупают. Если ты стараешься кушать правильные продукты, био, всякие штуки, то это будет рай для тебя. Это рай так же самое для вегетарианцев, для всяких людей, которые помешаны на всяком хелси-стайл и так далее. Это всё ихнее. Там только французы. Там, да. В таких магазинах вы не увидите иммигрантов или каких-то людей непонятных. Там чисто одни французы. Ну, и вот украинцы иногда заходят. Конечно, цены. Например, за буханку хлеба можно потратить пятёрик. А в обычном магазине это будет стоить евро. Ну, разница. Вот тебе и разница. Ну, будем пробовать. Если вы... Вот интересно, в вашем городе есть такие магазины? Или в вашей стране есть такие магазины? Напишите в комментариях. Я меняю теперь свой жанр. Теперь я буду делать распаковки, ребята. Типа как Китай Гэй или ещё что-то. Но только у меня не будет продукта из Китая. У меня будет, не знаю, Франция Жэ, допустим. Посмотрим, что мы купили в натурале. Значит, всё у нас обошлось на 20 евро 54 сантима. Первое – это овсяночка. Мы обычно овсяночку покупаем в простых магазинах. Но на этот раз решили купить именно там. Потому что здесь написано то, что это био. То, что есть даже сертификат. Ну, такая вот марочка. Все французики просто очень любят эту штуку. Что в этой овсянке? В этой овсянке нету всяких нитратов, всяких пестицидов. И то, что здесь написано, что она выращена на полях, которые не обрабатывались всяким лайном, как говорится. Кто знает, украинский поймёт. Всё выращено во Франции. Я не знаю, такой город называется. Сан-Марсель-Леваранс. Не знаю. Окей, овсяночка это стоит. Здесь 500 грамм овсянки стоит. Это евро 75. Вот такая цена. Дальше. Дальше мы купили вот такую штуку. Я не пропагандирую наркотики или ещё что-то. Это в обычном супермаркете продавалось. Молоко из конопли. Нужно попробовать. Я такое впервые вижу. Стоит это дело 2,90. Здесь полностью написано, что все элементы органик. Сделано в Испании. Что ещё по поводу этого дела? Нет, французский. Много языков. Французского пока не нахожу. ФР. Слушайте, я не вижу. А, вот. Окей, написано. Боасону шанв. То есть, напиток из конопли. Сан-Сюк. Без сахара. И состав. Вода. Конопля. Масло из конопли. Летисинди. Туни-соль. Какая-то штука из... Туни-соль. Как будет, Аня? Туни-соль. Это подсолнечник. Вот, точно. Какая-то штука из подсолнечника. Что он тут делает, непонятно. И без глютена, без всяких нитратов и так далее, и тому подобное. Сделано в Испании. Сразу мы попробуем, кстати. Анет, принеси мне, пожалуйста, стаканчика. Ну, жидкость такая интересная. Ну, как молоко. Ну, запах... Да, похоже на коноплю. Да, я систему понюхаю. Похоже на коноплю. Понюхай. Ну, я... Ты понюхала когда-нибудь коноплю? Вот соседа сбоку. У нас сосед просто курит постоянно. Так что... Ну, ты, наверное, в курсе, что это. Я не пробовала, не хочу, но запах слышу всегда на коридоре. Реально, попробуй. У меня просто были опыт с коноплёй. Давно, в детстве. Не подумайте. Это похоже на какие-то переработанные семечки просто. Реанадир. То есть, нечего сказать. Дальше. Купили какую-то ацеролу. Даже какая-то скидочка или акция, что-то такое. Значит, две... Покупаешь две, а одна бесплатно. Вот такие витаминки. Бросаешь их в воду, они растворяются. То, что здесь много витамина С, и то, что это ацерола. Ну, я, наверное... Вы, наверное, знаете, что такое ацерола. Принеси мне, пожалуйста, стаканчик, Аня. Ассистент в студию. Будем пробовать ацеролу. Ацерола стоила 8,75. Три такие штучки, 8,75. Давай. Прямо, ребята, впервые опыты такие проводим. И что? Все, я это не буду вставлять, ребят. Пауэм фэйс. Мазафака. А что это такое вообще? Ну да, нужно ее кидать, она растворяется. Где такое написано, кидать? Их нужно сосать. Нет. Их нужно не кидать, а сосать. Где ты такое прочитала? Аня, я... Спасибо. Я поверил тебе. Я поверил, что их нужно кидать в воду. Это Аня, короче, придумала то, что их нужно кидать в воду. На самом деле, их не нужно кидать в воду. Их нужно просто сосать. Как леденец какой-то. Все просто. О, боже. Да, написано то, что... Анет, ты красавица. Тебе доставай эту таблетку, как хочешь оттуда. Дальше. Последнее, что мы купили, это был... Так, что это такое? Это Анет будет наводить красоту. Это масло из кокоса. Кокосовое масло. Давай попробуем, Анет. Иди сюда. Расскажи, расскажи, для чего оно вообще. Насколько я так понял, это просто крутая штука, чтобы там увлажнять лицо. И какие-то там еще вещи, не знаю. Может, не только лицо. Короче, я открываю, и все, я тебя не жду. Ну да. Сколько стоит? Цена этого масла кокосового... Цена этого масла 7 евро. 6,99. Короче, берешь это масло... Слушай, оно такое твердое. Оно твердое, слушай, я думал, оно... И куда я мазал? Да, слушай, оно растаивает на пальцах. И можно что-то мазать. Оп. Оп-оп-оп-оп-оп. Ребята, а может я превращусь в бьюти-блогера? А? Ну классно, смотри. Девочки, если не купил такой классный крем... Ну, короче, вот типа такого что-то. И все. Я помолодел на 25 лет, ребята. Короче, всякие штучки, био, всякие прибамбасики. Конечно, все это стоит другие суммы, не те, что мы врекли видеть в обычных супермаркетах. Подписывайтесь, ребята, на этот супер-мега-канал, который показывает полностью всю жизнь в Париже, во Франции. Распаковочки, бьюти-блогерство и так далее. Много чего. Еще впереди много всяких интересных вещей. Подписывайся, али... Подписывайся на мой канал, ставь лайк, пиши коммент. Мы все дам, аля бхошен.